Как-то раз говорили с настоятелем о вере, и он мне рассказал, как много лет назад, когда он был еще молодым диаконом с горящими глазами, его духовник, известный митрополией Протеерей, служивший в богоборческое время, восстановивший и построивший множество храмов, видевший скорби, гонения и предательства, сказал ему такую, как ему показалось, ужасную вещь. «Иногда бывает, — сказал он, — что какой-то человек рядом с тобой будет гибнуть, а ты ему ничем помочь не сможешь. Будешь каждый день за него молиться, плакать у престола, всех знакомых священников попросишь его поминать, записки будешь подавать в разные монастыри, будешь бегать за этим человеком, вытаскивая из беды, увещевать, последнее отдашь, а он все равно погибнет. Не потому, что Бог слабый и не может его спасти, а потому, что этот человек спасаться не хочет. Это его личный выбор, который никто, даже Господь, нарушить не может». Когда он это услышал, то возмутился. «Как так? А как известные слова апостола Павла «Все могу о укрепляющем меня Христе». А духовник покачал головой и сказал, «Господь стоит у дверей и стучит. Открой, это я, Бог твой, хочу тебе помочь, утешить, укрепить, обогреть, спасти тебя». А снаружи ручки у дверей нет, ее можно только изнутри открыть. И каждый решает, пускать к себе Христа или нет. Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok